Кадровиков Муравленко учат вести учет. Накануне в отделе военного комиссариата прошли инструкторско-методические занятия, посвященные ведению воинского учета в организации города. Сотрудникам отделов кадров городских учреждений и предприятий рассказали алгоритм действий и о часто допускаемых ошибках. Эрнест Бавшин тоже послушал. Подобные занятия сотрудниками отдела кадров городских учреждений и предприятий в отделе военного комиссариата проводят регулярно. Как правило, после для закрепления полученных знаний следует проверка ведения воинского учета работников. Приглашенный на занятия заместитель главы администрации Андрей Лукьянов подчеркнул важность этой работы для администрации. По его словам, от правильного воинского учета зависит обороноспособность страны в целом. К сожалению, у нас возникла ситуация, что было получено предприятием неудовлетворительной оценки. Такая ситуация администрацию города категорически не устраивает. Это один военно-учетная политика, это один из краеугольных камней. Я не буду скатываться там в уропатриотические настроения, но обороноспособность страны в том числе это один из важнейших аспектов. И администрация города придает очень серьезное значение ведению дел в предприятиях и организациях, которые у нас находятся в Муравленко. В свою очередь начальник отдела военного комиссариата Леон Головач рассказал об итогах проверки учетной дисциплины в прошлом году. Всего было проверено 28 организаций. Оценку «Хорошо» получили сотрудники «Газпромнефть» Муравленко, а также городская больница, школа номер 3 и многопрофильный лицей. А вот неуд поставили филиалу «Ямалкоммунэнерго», индивидуальному предпринимателю «Грабини» и обществу с ограниченной ответственностью партнеры. Если у него нет регистрации в городе, тем более он призывник, значит он уклонился с того места, где он живет. Он приехал сюда, устроился на работу, он прекрасно работает, в 32 года он приходит и говорит «Дайте мне, пожалуйста, военный билет, а где ты был эти 12-13 лет?» Он работал, он так нам и говорит «Да, я работал, а зачем мне в военкомат идти? Незнание законов не освобождает от ответственности». Если в прошлом году к нарушителям дисциплины по воинскому учету не применяли каких-либо мер административного воздействия, то после проведения проверок в 2013 году, по словам Леона Головач, в военкомате намерены действовать более жестко. Далее в ходе занятий сотрудники комиссариата рассказали о наиболее часто встречающихся ошибках кадровиков при заполнении различных документов учета и как их исправить. Кроме этого присутствующим еще раз напомнили алгоритм действий при поступлении сигнала из военкомата о начале мобилизации. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, новости нашего города.